Продолжение следует... Садитесь в пыли Навадри Падхаму. Не волнуйтесь, это все Чинтамани. Эта пыль осуществит все ваши духовные желания. Те, кто знает, что пыль Навадри Падхам — это драгоценные камни Чинтамани, те, кто достигнут в вечной жизни во Враджа. Продолжение следует... Гуран Гауранга, как мы делаем Навадив Дам Паракрама, сейчас, уходя на остров Годрум Двип, мы пришли к Мадья Двипу. Сейчас, по милости Шиши Гуру Гауранги, мы прибыли в Мадья Двипу. Почему это место называется Мадья Двипа? Немного севернее отсюда находится город, который называется Мадья Двипа. И это, ну, такое, немножко измененное название Мадья Двипа. Однажды, Саптариши семь мудрецов говорили о славе Господа Гауранги в присутствии их отца Господа Брамы. У этих семи мудрецов, которые разделились из ума Господа Брама, есть свои семь планет, и это созвездие Большая Медведица. Мадья Два. И вот так вот присутствует Господа Брама, эти семь мудрецов, имена которых Гордаев перечислил. И тогда Господь Брама им сказал, дорогие сыновья, я вам предлагаю спуститься на планету Земля и там поклоняться Гаурасондару в Навадвипа Дхаме. И тогда эти семь риши спустились сюда в Навадвипу. И они проводили все свое время в обсуждении славы Махапрабху. И они начали писать и спорить. Гоуранга, Гоуранга, Гоуранга И вот так они все утро до полудня стали воспевать имена Гоуранги И в полдень они вдруг увидели здесь прекрасную сияющую форму Господа Гоуранги На самом деле вот вам пример того, что английское происходит в Санскрите Потому что Гоуранга Махаппу появлялся к 7 садям здесь в полдень, это место называется Мадья Двипа И поэтому это место называется Мадья Двипа Махаппу сказал им, о, вы 7 саджи, вы говорили так много катархов о гьяна, карме, йоге, и так много разных путьов Теперь забудьте все эти путьы Махаппу сказал мудрецам, о, мудрецы, вы рассказали так много чего уже о гьяне, о карме, о йоге, забудьте все вот эти пути И просто займитесь чистым бхакти Вы пытаетесь совершать медитацию, но благодаря Киртану автоматически происходит Смарана, то есть медитация Мадья Двипа это остров Смаранам, и сюда нужно приходить после того, как вы были на острове Киртанам, потому что Смаранам приходит, когда вы совершаете Киртан Здесь в Мадья Двипе очень много святых мест Пушкарадж, Тиртарадж, Пушкар, Тиртарадж, Пушкар, только на этой стороне Тиртарадж Пушкар находится в Киранам, это Царь Тиртх Пушкар И на той стороне, на главной дороге, идя на Ганга, там находится Курукшетра Это было главным святым местом Дварпа-юга А то место, где находится мост Гауранги, это Панчавейни Все знают, что основная Кумбамела происходит в Прайаге И это Три Вейни, когда три святые реки, Ганга, Джимуна и Сарасвати Но это больше паистое, чем Прайаге, это Панчавейни То есть, это происходит Кумбамела в Три Вейни, там Ганга, Емуна и Сарасвати А здесь более благоприятное место, потому что здесь Панчавейни целых пять рек сливаются Это Ганга, Джимуна, Сарасвати, Бхоговати, Алакананда и еще другие реки И это место, где мы сейчас сидим, это Найми-Шаранья А место, в котором мы с вами находимся сейчас, это Найми-Шаранья Да, 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 да Версия Бхоговата Пурана, которую мы сегодня находимся сегодня Погована Сута Госвами, к риши, князем Шауника Риши В деревне Найми-Шаранья И это место, в Утапраде́шке Но это основная форма Найми-Шаранья в Горадха Да, версия Бхоговата Пурана, которую мы имеем сейчас Это то, что поведал суды Госвами, мудрецам, которых возглавлял Шоу Накариши в лесу Найми Шаранья, который находится в Утар-Прадеше. Но оригинальное, изначальное Найми Шаранья находится здесь, в этой городе Хамья. Найми Шаранья знаменит по очень многим причинам. Однажды Индре пришлось сражаться с тем, кто казался демоном, но кого мы знаем как чистого преданного, Махатма Вритра. Индра помолился Господу Вишну, чтобы убил Вритру, но Господь Вишна этого не сделал. Вишну ответил, что единственный способ убить этого демона, это использовать Ваджру. И эту Ваджру можно изготовить только из костей одного мудреца Дадичи Муни. Он совершал такую суровую тапасию, что в его костях заключается плод его аскез. Вы видите, как Верховный Господь иногда ставит Индру в такие унизительные ситуации, поскольку у Индры бывает такая слонность гордости. Индра – это царь, и это он должен давать милостыню Браманам, а не просить у них милостыни. Царь никогда не должен просить. Сейчас он должен идти, не только попросить за Браман, за благотворительность, он должен попросить, что «can you just die and give me your bones?» То есть, если сейчас мало того, что просто Индра, как царь, вынужден обращаться к Браману за благотворительностью, это не просто просьба, это «ну вы не могли бы умереть?» Кришна – очень опытный психолог. Кришна – прекрасный психолог, он знает, как поместить вас вообще в такую позорющую ситуацию, что просто кошмар. Индра пришел и сказал, «О, Дадичи Муни!» Что это, что благотворительный человек, который открытый и глубокий, не дадит чаритию другим? О, Дадичи Муни! Ну, что может быть такого, чтобы щедрый человек, который благоволит другим, не даст им как благотворительность? И, конечно же, вы, как такая великодушная, благородная, щедрая личность, не откажете мне в просьбе. Да, что ты хочешь? Да, что ты хочешь? Мне просто нужен ваш скелет. Так что Дадичи Муни был очень, действительно, очень щедрым, и он сказал, «Да, хорошо, но у меня есть одно желание. Перед смертью я бы хотел посетить все святые места». Индра был таким бесстыжим, что он просто сказал так, ни слова больше, и, ну, просто взял и призвал воды всех священных мест и сказал, «Вот вы можете здесь принять омовение». Тогда Дадичи Риши, по его мистическому силу, он потерял свою жизнь, и Индра взял его скелет, чтобы сделать баджру. И тогда, с левимистическими силами, Дадичи Риши оставил тело, и тогда Индра взял его кости и из них сделал эту баджру. И вот то самое святое место, где Индра собрал воду со всех святых мест, со всех тиртх, и называется Наимишаранья. Однажды Господь Вишну там сражался с демоном. И Вишну убил его так быстро, в промышленном времени, которое называется Нимеш, то есть моргнуть буквально там. И это место называется, поэтому Наимишаранья. И это место называется, поэтому Наимишаранья. И также после того, как Господь Рама победил Равану и вернул Ситадеви в Айодхию, и потом он был вынужден сослать ее в лес, и Господь Рама стал проводить Яги. И он проводил свои Яги в лесу Наимишаранья. И именно там, в Наимишаранья, Ситадеви впервые увидела своего мужа Господа Раму после очень долгой разлуки вместе со своими двумя сыновьями Лавой и Куша. Господь Рама сказал, что Ситада должна доказать всему миру, что она полностью чиста, целомудрена. И тогда Ситадеви стала молиться, о Богиня Земля, мать Земля, пожалуйста, если я никогда в своей жизни не думала ни о каком другом мужчине, кроме моего мужа Господа Рама, пожалуйста, прими меня сейчас. И тогда земля разошлась, и оттуда поднялась Притхиви Деви, это мать Ситадеви и богиня Земли, и она забрала с собой Ситадеви. То есть, также то место, в котором Ситадеви вошла в землю, называется Наимишаранья. И также это место знаменито тем, что при наступлении Кали-юги собрались браманы и стали молиться Господу Браме с просьбами, что делать, потому что наступает Кали-юга. У людей будет очень короткая жизнь, они глупыми будут, очень ленивыми, им будет лень заниматься Сатаном. Их постоянно будет беспокоить какие-то социальные и политические ситуации. Это будет ужасное время, это будет просто закат духовности, темное время. Где мы можем найти прибежище в Кали-югу? И Господь Брама погрузился в медитацию. И из его ума появилось колесо. И он забросил это колесо и просто оно стало вертеться и лететь. И он сказал, что там, где приземлится это колесо, вот то место будет безопасным прибежищем в Кали-югу. А колесо покатилось, покатилось, стало катиться, и наконец Ириши следовали за этим колесом, и наконец оно остановилось и упало здесь, в Найми-шаранья. Найми означает такой, как бы, обруч колеса. То есть и люди, которые совершают баджан в границах, как бы, вот этого колеса, в границах этой окружности, они будут в безопасности до следующих, пока не наступит Сатия-юга. И тогда вот здесь собрались 88 тысяч риши со всей Вселенной, внутри вот этого круга Найми-шаранья. И они хотели услышать Пураны от Рома Харшана Суты. Рома Харшана Сута – это ученик Шрила Вьясадева, которому доверили Пураны. Вьясадеве имеет четыре основных ученика – Джаймини, Вайсампаян, Ангира и Пайла Риши. И к каждому он дал один из четырех Ведеров, и к Пуранам – это пятый Ведер, который он дал Рома Харшана Суты. У Вьясадева было четыре основных ученика – это Джаймини Риши, Вайсампаян, Пайла Риши и Ангира Риши. И четырем из них он доверил различные Веды и также Пураны, Рома Харшана Сутя. И вот так вот они слушали, все эти мудрецы слушали Пураны от Рома Харшана Суты, пока однажды сюда не пришел Баларам Прабука, который в это время совершал парикраму по всем святым местам. Он пришел, и все мудрецы поклонились ему, кроме Рома Харшан Суты. Его имя Рома Харшан означает «Рома» – это волоски на теле, а Харшан – это стоять дыбом от восторга. И поэтому, когда он рассказывал Пураны, волосы на его теле просто стояли дыбом. И когда пришел Баларам Прабу, он подумал, что я представляю Шрилу Вьясадева, я сижу на Вьясасане и я не обязан вставать. Но Баларам Прабу – это Акханда Гуру Таттва. Если кто-то говорит на Вьясасане, это потому что даже Вьяс сам должен быть поддержанным Баларамом, чтобы говорить на своем Вьясасане. Но дело в том, что Баларам Прабу – это Акханда Гуру Таттва, и всякий, кто сидит на Вьясасане, может давать крикатку только по милости Баларама Прабу. И даже сам Вьясадев может сидеть на Вьясасане только по милости Баларама Прабу. И поэтому, когда приходит ваш Гуру, вы должны встать, а затем поклониться. Даже если вы сидите на огромной золотой Вьясасане, и там тысячи людей вас слушают. А то будет очень критичная ситуация. In fact, fatal. So, when Баларадев saw how Рома Хашинсут was not being respectful, then he plucked a piece of kush grass. And he walked up to Рома Хашинсут, and he poked him. And Рома Хашинсут died on the spot. And then Balaram Прабу, when he saw that Рома Хашинсут was not being respectful, he just took him, took him, took him a piece of a piece of wood, and took him to Rома Хашинсут, and Rома Хашинсут died on the spot. The rishis, all 88,000 rishis said, Alas, alas! Alas! Now from whom will we hear the Puranas? And all 88,000 rishis shouted, увы, увы, but who can we listen to the Puranas? Balaram Прабу said, all right, I can bring him back to life. Balaram Прабу сказал, да ничего страшного, я могу его вернуть в жизни. They said, no, no, Lord Balaram, whatever you do, is perfect. We are not criticizing you, but we just want to know, from whom will we hear the Puranas? And they said, нет, нет, Господь Баларам, мы тебя не краникуем, все, что ты делаешь, совершенно. Мы просто думаем, от кого же нам теперь слушать Пuranas? So then Balaram said, oh, bring Ramahashan-sut's son. And they brought a young boy who was the son of Ramahashan-sut. And Balaram put his hand on the head of that boy. Balaram Прабу положил свою руку на голову этого мальчика. Mangalam Babatu and blessed him. And when Balaram blessed him, he became Ugra-shava. And when Balaram blessed him, he became Ugra-shava. Ugra-shava means that person who has the tenacious hearing capacity. It means that person who has the tenacious hearing capacity. Not tenacious only, ferocious Ugra. Like a lion can eat anything. His ears can capture anything. And Balaram blessed him that all the Puranas would come in his heart. That sutta Goswami was sitting in the audience when Shukadeva Goswami spoke to Shri Mat-Bhagotam to Prikship Maharaj. And hearing only one time, he memorized the whole Shri Mat-Bhagotam from the lips of Shukadeva Goswami. Sutta Goswami услышал, как Shukadeva Goswami рассказывает Shri Mat-Bhagotam to Prikship Maharaj. And he immediately remembered everything. And all the sages that are headed by Shonika Rishi said You have served your gurus and you have been blessed by them because you are a very loving and affectionate and compliant submissive disciple. So because you are a very affectionate disciple, it is sure that your gurus must have revealed to you all secret knowledge. Then the sages asked Sutta Goswami six questions. And the answers to those six questions became our whole Shri Mat-Bhagotam. So this place Naimisharanya in Navadvip is superior to that Naimisharanya in Uttar Pradesh. So one day, the devotees and the rishis announced, that Sutta Goswami is coming here to Navadvip-Dham. And the 88,000 rishis are coming here. And Sutta Goswami is going to speak the Gaurabhagavat. The Bhagavad Purana mainly is focused on Krishna and his Shakti Radha. But Sutta Goswami will now speak the Gaurabhagavat, the Bhagavat of the past times of Chaitanya Mahaprabhu. So Narada Muni was going around the universe, O devas, O rishis, Gaurabhagavat is about to start just now. So at that time Lord Brahma and Lord Shiva, they were having some Katara together. And when Lord Shiva heard Gaurabhagavat in Naimisharanya in Navadvip-Dham, he just jumped up. So perhaps you know that Lord Shiva rides a bull called Nandi. But Lord Brahma rides on a huge swan. So Lord Shiva, he was so desperate not to miss even one drop of Gaurabhagavat, that he ran and forgot about his own bull, and he jumped on Lord Brahma's swan. And at once he came flying here. So just nearby, there's one temple called Hangsabhaan. And it's a Shiva-ling. It's a Shiva-ling. It's a deity of Lord Shiva, but riding on a swan. Because this is the emblem of the greed to hear Harekata. It's a emblem of the desire to listen to Harekata. Shastra said, Janama Maranadi Sangsara Anala Santapta Dipta Shisha Jalarashimiva. The meaning is this. For the living entities in this world, who are burning in the endless fire of the cycle of birth and death. They should go to Sadhu Sangha and go to hear Harekata. With the eagerness, with the urgency of a man whose hair is on fire running towards the river. If your hair is on fire, and someone says, are you going to the river? He says, oh, I'll go later. If your hair is on fire, and someone says, are you going to the river? I'll go later. I'm busy now. Maybe next year. No! If your hair is on fire, Haribo, Haribo! Run! And jump in the river straight away. So Shastra said, in the same way, one should run to Sadhu Sangha and Harekata. Why? Pibhanti ye bhagavata-atmanāsatham kathamritam śravanā puteśu-sambritam. Pūnāti ye hṛdiya viduṣitāśayam prajanti tat-carna saroruhantikam. In Srimad Bhagavatam, it is said that those persons who drink through the cups of their ears, the kathamritam, the nectar of the discussions of Krishna's pastimes. In Srimad Bhagavatam, it is said that those persons who drink the nectar of Haribo through the cups of their ears, bhagavata-atmanāsatham, Krishna's pastimes with his mahā-bhāgavata devotees who are more dear to him than his own soul. Then for those persons, Pūnāti ye hṛdiya viduṣitāśayam, then your subconscious mind, your chitta, which is contaminated with many samskars, impressions of sense gratification, becomes completely washed clean by drinking this katha through the ears. One thing you have to know is that the Atma is īśvaraśya vimukta-asya karpa-nyamu tabandhanam. Soul is always liberated. Always transcendent. Only you are thinking that you are this body and you are growing old and dying in this material world due to the samskars in the chitta, contamination of the subconscious mind. So as soon as the chitta, the heart becomes purified by taking the nectar of Krishna-katha and Gora-katha through your ears, as soon as the heart is purified, you will see that you are in the spiritual world with Krishna. It is that powerful. Lord Brahma said people talk about bondage and liberation. but they are in Maya. Because it is just like if a person lives on the sun planet, then there is no discussion about day and night. Day and night is for those who live in another place, not for those who live on the sun planet. So for those who are in pure consciousness, all this discussion, bondage and liberation, it is meaningless for them. For those who are in pure consciousness, they do not have any sense of liberation or may. But our problem is that we do not feel the very intense eagerness for Harikatha. So we have come here. And we are praying to Mahadev. Oh Mahadev! Oh Mahadev! You were so desperate, you stole Lord Brahma Swan by accident. Because you wanted to come to Navadhi Dham. And hear Gora Bhagavat. Oh Mahadev, please be merciful to me. So I can have your intense eagerness. To hear Gora Kathu. Gora Krishna 안에duогодх, Na mishranya ki jai, Madhyadvi parakuya kai jai, Hang Sawhan nah ki jai, Srie navadi Dham загma ki jai, Keonganam karisi haridaam sank 올라hand ki jai, Gora Premanande.. ARE MI KHAVI. Субтитры создавал DimaTorzok